Всем привет! В этом видео мы уже поговорим про создание шерсти. Мы рассмотрим такие моменты, как создание Vertex Group, прокраска весов для того, чтобы нам задавать определенные области для роста шерсти, ну и, конечно же, настройки частиц, то есть настройки шерсти, и то, как можно работать с ними, как их причесывать, подстригать, удлинять, укорачивать. То есть мы продолжаем, с одной стороны, и технический какой-то момент, так как здесь достаточно много будет настроек, но при этом творческую работу, где мы будем для начала причесывать сферу, а в дальнейшем будем уже причесывать и непосредственно нашего енота. И давайте уже от слов переходить к делу. У нас все так же есть наша сфера, с которой мы работали изначально, по крайней мере, с которой работала я. И давайте сейчас в первую очередь мы поработаем именно с тем, чтобы добавить Vertex Group. И я буду пояснять, для чего они нужны уже непосредственно на примере, иначе достаточно сложно будет понять этот момент. Переходим во вкладку «Настройки данных объекта» и нажимаем на Tab для того, чтобы перейти в режим редактирования. Нам необходимо выбрать режим выделения вертексов. Выделяем все вертексы через А и нажимаем на плюс. У нас появляется определенная группа. Для того, чтобы ее применять, мы просто нажимаем на Assign. Все, у нас задана определенная группа для всей сферы, так как у нас сейчас выделены все вертексы. Для чего нам это необходимо? Дальше мы будем создавать шерсть, добавлять частицы на эту сферу. Давайте сейчас мы все это будем рассматривать на примере. Переходим в раздел «Настройки частиц», просто нажимаем на плюс. Сейчас у нас просто появился какой-то кружочек, ничего не понятно, так как мы работаем с волосами. Поэтому мы выбираем режим Hair, нам нужно работать именно с ним. И сейчас мы можем увидеть, что вся сфера у нас в вот этих вот, даже назвать это шерстью сейчас сложно, а скорее в каких-то прутиках, но она целиком и полностью вся, потому что у нас задана определенная группа. Давайте, прежде чем переходить дальше к настройкам, мы немного изменим длину шерсти, так как сейчас не совсем комфортно работать с вот этими торчащими прутиками. Давайте мы просто ее уменьшим. Для этого мы открываем первую вкладку «Emission», и здесь начинаем работать с параметрами. Давайте разберем, за что отвечает каждый из них. Первый параметр отвечает за количество частиц. Если мы сейчас увеличим, то, конечно же, заметим, насколько больше их становится. Давайте пока поставим 5000 для сферы, просто для того, чтобы нам видеть какой-то пример перед глазами. И следующий важный момент – это длина. Сейчас у нас слишком длинные прутики, и мы укажем здесь, например, где-то 0,3. Мы изменили длину, и вот уже гораздо приятнее и проще работать. Остаются у нас здесь два параметра. Это сид, который позволяет путем изменения каких-то цифровых значений менять и положение данной шерсти, то есть просто, так скажем, это определенный рандом, который изменяет местами, дает возможность увидеть другой вариант. И также количество сегментов в каждом волоске. Где-то пять в целом достаточно, мы сейчас можем так и оставить, так как количество сегментов нам сейчас сильно не нужно. Но и тоже нужно учитывать тот момент, что чем больше количество шерсти, чем больше сегментов, тем сложнее компьютеру будет это все переваривать. Так как, конечно же, это все будет нагружать вашу машину. Что ж, мы задали определенные параметры, просто чтобы нам было удобнее наблюдать за тем, что мы видим. И давайте теперь спустимся немного ниже и продолжим говорить про наши вертекс-группы и для чего они нужны. Давайте откроем вкладку, которая так и называется Vertex Group. И плотность и длину укажем ту группу, которую мы изначально создавали. У нас уже есть группы. И теперь давайте посмотрим, как с ними работать. Сейчас у нас ничего не изменилось, так как мы изначально для группы выбрали абсолютно все вертексы. Ну и, соответственно, абсолютно для всей фигуры теперь срабатывает шерсть. А я хочу вам показать тот момент, как из этой области сделать какое-то вычитание, убрать лишнее. Так как работая с енотом дальше, нам нужно будет местами шерсть убирать. Например, из области, где у нас ротик, либо же из области, где у нас глаза, чтобы оно слишком сильно не пересекало другую геометрию. И для того, чтобы это сделать, нам необходимо будет сейчас открыть следующую вкладку, которая называется Weight Paint. И мы можем увидеть, что сейчас весь объект у нас красного цвета. Красный цвет говорит о том, что эта область сейчас у нас активная, то есть она работает и нет никаких вычитаний. Для того, чтобы сейчас нам вычесть какую-то геометрию, необходимо выбрать следующий элемент. Сейчас у нас Draw, то есть оно рисует, задает. А есть Substract, который позволяет вычитать что-либо из данных областей, вычитать цвет. И если мы сейчас начнем прорисовывать, то у нас будут появляться синие области, которые как раз таки и отвечают за это вычитание. Мы сейчас прокрашиваем наши вертексы, нашу геометрию другим цветом и программа уже понимает, что в этой области нам не нужно создавать шерсть, нам не нужно здесь работать. То есть таким образом мы получаем вычитание. И по сути это самые главные моменты, которые вам нужно понимать в работе с данным инструментом. Он позволяет вычитать либо наоборот добавлять какие-то области для работы. То есть это область допустимая для работы нашей шерсти. Сейчас мы уже показали программе, где у нас может расти шерсть, а где не может. Но давайте я вам покажу принцип еще работы данного инструмента, чтобы вам было понятнее. Мы сейчас работаем с той вертекс-группой, которую создали изначально. Мы ее добавляли в данные настройки шерсти. Если сейчас мы крестиком уберем данные параметры, у нас просто шерсть вернется на место. И то, что мы прокрасили определенную область, уже никак не будет влиять на наши настройки. Но стоит нам только вернуть группы и все срабатывает так, как нужно. Давайте далее теперь еще немного поговорим о инструментах данной данной вкладки для того, чтобы лучше понимать, как здесь взаимодействует. В целом вы уже знаете о тех моментах, что у нас есть радиус, есть сила, потому что мы изучали это и в текстурах, и в скульптинге. Но также хочу отметить, что здесь есть возможность в блюре, то есть мы можем немного границы размывать, получать определенный градиент и просто получается, что более плавно у нас задается эта область. Она получается не такой резкой, а у нас здесь чуть меньше, допустим, ворсинок, они чуть короче и получается постепенный-постепенный переход. И теперь, когда мы уже создали какой-то градиент, даже лучше становится видно, как работают наши параметры. Денсити позволяет как раз таки увидеть тот момент, где у нас синяя, у нас полностью пропадает сейчас какая-либо шерсть. Там, где у нас появляется уже градиент, их становится просто меньше. То же самое и с параметром длины. Когда мы получаем не красный цвет, а постепенно уходим в сторону синего, у нас также постепенно и длина волоса начинает уменьшаться. Можно, если покрутиться, это хорошо увидеть, что здесь шерстинки становятся уже не такими длинными. Соответственно, это то, что необходимо знать о вертекс-группах, как они работают и по какому принципу и для чего вообще мы прокрашиваем эти веса. В дальнейшем в енотике нам это пригодится. В целом, это самые основные моменты, которые здесь есть. Можно, конечно же, использовать также тот же палец, который мы рассматривали в текстурах, но он просто будет позволять каким-то образом немножечко растягивать. Но сильно в этом смысла нет, так как мы всегда можем прокрашивать нашими кистями, выбирать необходимый режим и прокрашивать им. Если вдруг мы что-то сделали лишнее, мы также выбрали кисочку draw и заново прорисовали там, где нужно. Захотели убрать лишнее из выделения, снова с abstract и вычитаем. Думаю, что этот момент будет вам понятен и вы с ним легко разберетесь. Теперь мы можем данную вкладку уже закрывать, возвращаться в режим object и работать с настройками шерсти. Но перед тем, как причесывать шерсть, обязательно убедитесь, что количество шерстинок вас устраивает, потому что после того, как мы их причешем, изменить данный параметр уже не удастся. И теперь давайте подробно рассмотрим все настройки по созданию шерсти, но, конечно же, будем ее в том числе и причесывать. Это уже самый интересный момент. В целом, первые вкладки у нас не сильно нам интересны. Мы их можем все пролистывать до вкладки рендера. Здесь у нас будет указываться материал. Пока что у нас стоит тот материал, который создан для сферы, но в дальнейшем я покажу необходимость создания немного другого материала, который будет смотреться именно для шерсти лучше. Но пока здесь мы можем все оставить. Следующая теперь настройка, которую нам необходимо рассмотреть, она находится у нас во вкладке ПАВ. Выбираем ее и необходимо поставить галочку на Бесплайн. Она позволит нам шерсть сделать еще лучше, еще интереснее. Теперь давайте немного увеличим количество шагов, которые... Сейчас как бы мы не сильно разницу увидим, но на рендере это увеличит качество нашей шерсти. Можем пока поставить 5, просто для того, чтобы посмотреть за тем, какой будет результат. Далее давайте откроем вкладку Viewport Display. И здесь необходимо также указать цифру 5, для того, чтобы у нас и во вьюпорте, и на рендере результат был одинаковый. Теперь немного ниже пролистаем, и вот данный параметр Children, то есть потомки, уже нам даже больше интересен, чем все предыдущие галочки, цифры и прочее. Потому что данный параметр позволяет на каждую частицу, на каждую шерсть добавить еще определенное количество шерстинок. Сейчас у нас стоит Known, то есть выключен параметр, но мы будем использовать Interpolated, выбираем его, и у нас моментально сфера становится очень и очень пушистой. Почему так происходит? Вы можете увидеть, что в дисплее указано 10 единиц. И это означает, что у каждого волоска, который мы создавали, создается еще как бы 10 шерстинок, 10 его копий. Если мы укажем сейчас, например, 2 копии, то мы можем увидеть, что количество уменьшилось, и пучков становится сразу меньше. Ну, давайте пока оставим 10, и на рендере тоже поставим 10, не будем оставлять 100. С этим параметром будьте осторожны. Да, хорошо, конечно, если будет очень пушистая шерсть, но на рендере у вас может просто все вылететь, он не пойдет, потому что компьютер не справится с таким уж количеством сегментов. Если вдруг вашему компьютеру достаточно сложно вывозить такое количество шерстинок, то в параметре Children Display Amount мы можем снизить, допустим, поставить сюда единицу. И таким образом у вас на рендере будет отображаться также то же количество, что у нас и было, то есть 10, а во вьюпорте у вас будет все гораздо легче и отображаться будет меньше. Так что если вдруг ваш компьютер не тянет, обязательно пользуйтесь этим моментом и облегчайте ему и себе жизнь. А дальше давайте посмотрим следующие параметры. У нас есть параметр длины, то есть мы изначально уже указали длину для шерсти, она у нас есть определенная. Но мы можем также изменять длину и здесь. Мы не можем ее увеличить, но можем немного уменьшить. Давайте поставим, например, 0,8. И в целом у нас просто полностью уменьшила шерсть, ничего особенного. Но если мы воспользуемся следующим параметром, сейчас здесь стоит 0, Данный параметр позволит как бы те шерстинки, которые у нас создаются путем именно потомками, эти дополнительные для каждого волоска, мы можем добавить те, которые не будут задействованы. То есть у нас сейчас появится шерсть, которая разной длины. У нас есть основная длина и есть шерстинки, которые никак не задействованы. Вы можете попробовать просто эти параметры, чтобы понять лучше. Сейчас у нас есть какой-то процент, который остался той длины, которую мы указали раньше. Остальная же шерсть у нас сейчас меньше, ну получается на 20%, чем ту, что мы указывали в самом-самом начале. Можете просто поэкспериментировать с этими параметрами. Я думаю, что вам будет интересно просто попробовать, посмотреть и увидеть какой-то результат. Все это опять же подбирается затем путем, путем какого-то подбора, путем разных вариантов, чтобы получить наиболее интересный результат. Сейчас пока просто будем все эти настройки рассматривать. Параметр seed, если изменять его, также позволяет просто немного менять местами шерстинки, опять же, для того, чтобы были разные варианты. Далее в целом мы можем пролистать. Данные настройки нам не сильно нужны. А вот параметр clumping тоже достаточно интересен. Потому что он позволяет сейчас все наши вот эти вот шерстинки, которые создаются, схлопнуть. То есть создать эффект какой-то, может быть, грязной немножко шерсти. Они будут все стремиться в какую-то точку, такой как ежиком каким-то уже получается. Все-таки, когда мы для животных шерсть создаем, то она не торчит у нас абсолютной пушистостью. У нас есть какие-то небольшие загрязнения, и она как бы в какой-то точке может уже в единую точку, так скажем, приходить. И вот этот эффект у нас здесь и получается. Конечно, сильно тоже с этим параметром не стоит заигрывать. Можно ставить там 0,5 и смотреть на результат. Далее давайте посмотрим параметры roughness. И что они нам могут дать. Данные параметры уже позволяют нам создавать какую-то вот шероховатость. То есть я сейчас указала единицу, очень большой параметр. И шерсть из ровной и прямой стала какой-то кучерявой. Для создания барашек, да, неплохо. Для создания енота, ну как бы не совсем. Но вы можете попробовать создать какую-то не абсолютно равномерную, а что-то более интересное. Давайте здесь 0,1 оставим, просто чтобы получить не абсолютно ровную шерсть. Конечно же есть размер шероховатости. В зависимости от положения можем указать 5. И вот у нас уже опять же какие-то изменения происходят. Но со всеми параметрами нужно работать очень аккуратно. Чем ниже мы его указываем, тем более оно какое-то кучерявое становится. Ну давайте пока поставим что-то, будем оставлять нечто среднее значение, просто для того, чтобы затем нам было легче их причесать и хоть как-то увидеть изменения, а не только абсолютную кучерявость. Давайте посмотрим дальше. Есть также величина шероховатости конечной точки, форма шероховатости. Но в целом все эти параметры они подбираются вручную. То есть нет какого-то определенного здесь значения. Можно указать, например, какой-то рандом и у нас вот уже тоже другой результат. По сути все настройки мы подбираем, смотрим и пробуем. Можем подобрать другой размер и опять же получить другой результат. Ну пока я буду оставлять все значения не слишком как-то изменять. Здесь допустим я хочу на единицу поставить сейчас. Получить не такую кучерявую, а более что-то ровное и аккуратное. И посмотрим, что у нас есть дальше. У нас есть параметр King, у которого уже есть определенные как бы пресеты, по которым может работать шерсть. То есть мы можем выбирать спираль, волны, еще что-то и получать ну совсем другое. Есть моменты, когда это даже нам пригодится. Возможно, вы правда делаете какую-то барашку и хотите получить следующий результат. Но пока оставим без изменений. На самом деле проще все-таки вручную задавать какие-то параметры и смотреть, что получится. Здесь у нас также можно указывать формы пряди, можно диаметр этих прядей указывать. Но пока нам здесь нет необходимости что-либо менять. Чаще всего последний параметр меняется больше, потому что если он будет большим, то шерсть будет достаточно выглядеть плотной и толстой. Чем меньше, тем она будет более легкой и пушистой. Но в остальном же пока оставим эти параметры так. В любом случае для того, чтобы увидеть, как у нас отображается эта шерсть, нужно будет смотреть на рендере. Пока же мы просто создаем эффект какой-то пушистости. И в целом основные такие настройки мы разобрали. Конечно же, дальше мы будем их еще подробно рассматривать с енотом. И давайте теперь более творческую часть рассмотрим, а именно как мы будем работать с причесыванием шерсти. Думаю, это сейчас будет даже гораздо интереснее. Для этого нам необходимо перейти во вкладку Particle Edit. Давайте рассмотрим все функции данного инструмента. Первый параметр, который наиболее нам интересен, это, конечно же, расческа. Мы просто можем наши шерстинки каким-то образом расчесывать в нужном нам направлении. То есть, как и любое животное, как человека, мы можем зачесывать шерсть в нужном направлении. Можете попробовать эти инструменты. Думаю, будет отлично. Данный инструмент чем-то даже похож. Он позволяет задавать более гладкую шерсть. То есть, он ее сглаживает, приглаживает, как бы сделает ее более ровной. Но при этом не обладает такой настройкой именно причесывания и такого прям сильного приглаживания. Просто делает скорее как есть смуз, так и оно и есть. Оно просто более гладкий эффект задает. Следующий у нас инструмент это Add. Он позволяет добавлять, если вам не хватает данных каких-то пучков, неудобно управлять где-то. Мы просто будем добавлять. Дальше мы еще будем работать с этим параметром подробно. Но пока просто можете посмотреть, что есть такая возможность добавить где-то шерстинки. Следующий момент это длина. Мы можем изменять длину шерсти. То есть, если мы захотели где-то ее сделать длиннее, мы начинаем прорабатывать длину. Просто нажимая на нужную область и шерсть у нас вырастает. Если же мы хотим ее наоборот уменьшить, мы просто переключаемся на шринг. Переключаемся на шринг и теперь она наоборот у нас становится более короткой. Есть инструмент также PUF. Он позволяет создавать более пушистые, так скажем, зоны. То есть, у нас есть где-то приглаженная шерсть и если мы проводим по этой области, то она распушается. Становится более пушистой. И последний момент, который тоже как-то может нам пригодиться. Хотя и не с енотом, но в целом. Это ножницы. Мы можем срезать. Мы привели нашего енота в парикмахерскую и подстригли его. Но это тоже специфический инструмент. Где-то он будет удобен, но не для диких явно животных, каким является наш енот. В остальном же все параметры мы разобрали. Это самые такие главные моменты, которые нам были необходимы. И для того, чтобы сейчас увидеть результат, как мы здесь что причесали, нам необходимо вернуться в Object Mode. И только так мы можем увидеть результат. Иначе просто, к сожалению, это невозможно, так как в том режиме мы видим только сами направляющие. А шерсть мы уже можем видеть в этом режиме. В дальнейшем мы позанимаемся еще с материалами, с применением материалов и с рендерингом. И тогда мы уже сможем увидеть полноценно, как выглядит эта модель. Пока можем просто переключиться даже в режим, в котором мы работали с текстурами. И видим, что шерсть у нас тоже каким-то образом подкрашивается и цвета здесь разные. Но в дальнейшем мы, конечно, поговорим с этим подробно и посмотрим, как у нас уже шерсть выглядит на рендере. А на этом мы можем заканчивать с вами теорию. И дальше мы перейдем к Неноту и подробно поработаем с ней. Всем большое спасибо за внимание. Увидимся на практике. Пока-пока.